А что касается, кого там сажать, куда за оскорбление, ну, смотря какие оскорбления. Я как-то это, я юридическое ПТУ закончил, у меня есть некоторое представление о том, за что граждан можно карать. Если я скажу, что вы вор, например, то это я вас обвиняю в совершении уголовно наказуемого деяния. Вы пойдете в суд и напишите на меня заяву, он назвал меня вором, а я ничего не воровал. Ну, из меня восьмут штраф, 5000 рублей. Это вам принесет моральное удовлетворение, меня не посадят. Если я скажу, ничего личного не имею, что вы там дурак или еще что-то, за это вообще ничего не последует. Как? Ну, можно ли кричать, как Леша Навальный, это партия жуликов и воров? Ну, Леша можно, потому что за Лешей стоят какие-то властные структуры родной страны, он выступает не сам по себе, а, так сказать, по наводке. Знаешь, как большие уголовники пионера вперед запускают, иди заведись там к мужику, он тебе даст подзатыльник, а мы их уже отметили, как следует. Вот Леша выполняет роль такой шавки бегающей, его за это не наказывают. А надо ли наказывать других? Ну, наверное, надо. Я лично наблюдал там неких персонажей, которые в своих ЖЖ пишут, что всех ментов надо построить печи на центральных площадях городов, и всех ментов там заживо сжечь. Я не питаю никаких иллюзий относительно родной милиции, я там служу, но это что такое? Это призыв к массовым убийствам? Ну, тебе может казаться, как автору, что это смешно, ты так остро выпустил, ну, выступил, ну, мне кажется, что твое место на нарах, за такое надо сажать, безо всяких разговоров. Ну, там же все время выходят какие-то послабления, теперь уже там за эти посты, перепосты, еще чего-то там, дурь собачья.